друзья всем привет в общем смотрите в этом видео давайте посмотрим просто анбоксинг а и а а а а а а а а а и и и и и и Охренеть! Охренеть Ну вот и все, собственно. Так, целлофан потом соберу. В общем, вот здесь, видите, уже выведено управление для руля, видите, причем сделано неплохо. Вот это вот, наверное, сам руль здесь лежит, видите, он уже здесь прицеплен, то есть одно управление, которое управляет вправо-влево, второе управление вот это, наверное, которое его поднимает, опускает. Здесь смотрите, какого вида шнурки, а здесь такие тросики металлические. Дальше идет ручка капроновая с резиновым хватом. Здесь нержавеющие шайбы, все на саморезах. Вот здесь, короче, вот это вот все я уже по опыту знаю, но это я вам потом запишу отдельное видео. Пред спуском на воду я хочу вот эти все обработать еще специальным средством для усиления резьбы. Вот это сливное отверстие, чтобы воду изнутри сливать. Так, дальше вот это вот, это для закрепления руля, когда он сюда складывается, он кладется сюда и вот этой резинкой его прижимается, чтобы он при транспортировке не болтался. Это, короче, просто резинки, которые, если вы сюда... Ну вот видите, вот этот квадрат сделан под корзину стандартную. Сейчас рыбаки очень любят корзины возить, но это уже давно завелось. Можно обычную молочную корзину ставить, можно покупать всякие там специализированные. сейчас их множество видов, разные производители делают. Своя корзина есть у Хобби, своя есть у Вилдернеса. Вот, можно дешевые там китайские брать. маленькие, смотрите, эти самые... По-моему, материал не видно, пластик, что ли, такой твердый. Короче, маленькие рейлы здесь, с этой стороны и с этой стороны. То есть сюда все что угодно можно ставить, там рейл блаза или этот рэм, то есть специальные крепления, которые сюда на рейл ставят, а потом ты туда крепишь оборудование. Там флаги, там держатели удилищ, там якорей, ну все что угодно, в общем-то там камеры, штативы для камеры и прочую хрень. Короче, стойки для удилищ, одна, вторая, это я не знаю, или к сидению относится, или к чему, короче, с этим разберемся. Вот то, что я вам говорю, видите. А, ну опускается и поднимается вот этими, вот этими управляется вправо-влево. То есть вот это вот, или поднимать, или опускать руль, и вторая наоборот. То есть одна поднимать, одна опускать. Здесь еще маленький люк, мы пропустили. Вот, в нем, кстати, уже сразу вставлена такая вот... А, он, видите, чтоб крышка не потерялась на, короче, такой веревочке, на темляке. Короче, внутри вот эта красная тоже должна вытаскиваться, но не будем сейчас этим заниматься. Главное сейчас плотно закрыть, чтоб снег насыпется, чтоб ничего не попало. Короче, это документы от него. Вот. Серийный номер, вся фигня, педальный привод. Гарантия там должна быть. Вот, производство 2018-го. Маку 12 Dragon Drive называется. Цвет бело-синий, цвет, как по мне, офигенский. Вон Катерина здесь. Хай, свитя. Хай, свитя. Хай. Хай, как вы, где? Джейк, я хочу посмотреть на этот бот. Я просто шагу в бот. Я просто шагу в бот. А, окей, бот. Ты мне помог с этим? Нет, нет. Я просто хочу, чтобы, как бы, привлекать его, как, вон, вон. Окей, окей. Дай мне, если он будет помогать. Да, может быть, вон, 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 вон. Окей, я буду, как, вон, вон, вон. Ты где? И моё волосы готово. А, окей. Я купила, как, стиль для моего волос. Как, я использую его раньше. Это делает твоё волосы больше блонт. Как, это... Я обычно использую кондиционер несколько раз. Ну, окей. Да. Какой свитер? Я буду делать это. Так. Ну, в общем, это самое. Подробный, естественно, обзор мы каяка потом сделаем. Это просто сейчас только распаковка. Короче, здесь вот эти рейлы. Это, по-моему, ставить... Ну, блин, это, наверное, не пластик. Это на алюминий похоже. Вряд ли это пластик. А может, пластик. Ну, блин, оно... Оно всё холодное. Сейчас же, короче, мороз. Короче, это, скорее всего, для сидения. Наверное, сидения сюда как-то ставятся. Вот эти вот маленькие, типа люки. Я, честно говоря, не знаю, насколько они вообще могут для чего-то использоваться. Вот. На винтовой резьбе. Вот здесь есть мешок. Сюда можно что-то в него наложить и туда покладать. Вот эта вот фигня, она как резинка, видите, растягивается. Так. Здесь такой же самый. Не будем его смотреть. Короче, сливное отверстие, смотрите, какое гигантское. И вот такие вот заглушки сразу в комплекте. Тут она на резинке сразу прицеплена, чтобы не потерялась. Вот. Она, видите, на таком карабине. То есть можно отцепить пластиковый карабин, прицепить куда-то в другое место. Короче, я ими никогда вообще не пользовался на каяках. Так. Дальше здесь идёт сиденье. Вот. Riot. Ну, как сиденье. У меня никогда не было такого сиденья, как кресло. Я вам уже про это говорю. Поэтому оно здесь ставится. Видите? Вот эти вот штуки, наверное, ставятся вот в те рейлы. И вот эти штуки ставятся вот в те рейлы. Здесь ещё что-то. Ну, видите, здесь есть ремни. Они, наверное, тоже куда-то крепятся. Но это тоже потом будем разбираться, потому что сейчас темнеет. Уже на это времени нет и видео долгое. Короче. Так. Так. В общем, здесь я так понял, что... Вот тут. Ну, дальше мы видим опять сливные отверстия. Пошли здесь, здесь. Ещё четыре штуки. Для них идут то же самое. Заглушки. Здесь, здесь. И здесь две. Вот на одной резинке висят. Вот. Так. Вот эта вот штука. Такие карабины пластиковые расстёгиваются. И тут. Это просто заглушка. Сюда ставится педальный привод. Вот этими вот, наверное, креплениями он защелкивается. Вы слышите? Алюминий. Вот. Так. Это значит крепление педального привода. И здесь крышка. Видите? Здесь стоит резиновая прокладка. Вот это типа, чтобы снизу вода не затекала. Вот. Так. Это мы сейчас застегнём. Короче, ладно. Одной рукой неудобно. Короче, это стойки для ног. Вот здесь вот оно. Видите? Вот эта вот штука регулируется. То есть вот. И всё. Так. Вот тут вот, видите? Пошло туда-сюда. Вон видно, они шевелятся. Вот это руль. По бокам здесь идёт вот эта вот светящаяся верёвка. Типа для безопасности. Она идёт, короче, не на всех версиях. Смотрите, у них есть версия Энглер, которая рыбацкая. У неё стоят вот эти стойки для удилищ. У неё стоит таклбокс, которого здесь почему-то нету. Вот. Хотя он должен быть... Посмотрим, может быть он куда-то провалился. В крайнем случае надо будет им написать. Короче, если это версия Энглер, здесь должен быть ещё таклбокс. Вот, которого почему-то нет. Вот. Ну, посмотрим ещё инструкцию. Или, может, эта версия не Энглер. Ну, это, скорее всего, должна быть Энглер. Энглер – это типа рыбацкая. Есть ещё обычная версия. В обычной версии нету даже вот этих верёвок. Они тут не установлены. И нету вот этих стойок, и нету таклбокса. Но здесь тоже почему-то таклбокса нету. И это только вот здесь педальный привод лежит. Вот. Короче, дальше, значит, мы посмотрели стойки для удилищ. Педальный привод, пока не буду открывать, он вставляется сюда. Это потом, когда уже обзор будем делать, всё посмотрим. Значит, здесь должен быть таклбокс, которого почему-то нету. Вот. Ну, рюк достаточно такой неплохой. Я думаю, что в зависимости, какая там внутри конструкция, может быть, туда можно ложить спиннинги. Ну, вообще, они говорят, что у них другая система для прохождения прибоя прибрежной волны на океане. Типа спиннинги ложатся сюда. Короче, когда вы проходите волну, естественно, у вас не стоит привод. Да, потому что, ну, понятное дело, вы его разобьёте от дно просто, когда вы с берега заходите. Вы обычно заходите, ну, как на весле хребёте. Здесь, понятное дело, ещё весло надо будет. Ну, у меня-то есть весло. Просто я её могу использовать, если длины хватит. Вот. То есть, вот эта вот выемка, вот этой штуки не будет. Там они, вон, той резинкой держатся. Туда ложатся спиннинги. Потом они идут, типа, сюда и вот сюда. Видите, вот эту выемку. Вот. И так вы, типа, проходите волну. Потом, когда волну прошли, стоять и кривот вышло. Крепите где-то сбоку. Ну, не знаю, там должны быть резинка такая, которая его крепит с той стороны. Вон она. Видите, вот это уже, короче, сильнее. Вот эта резинка, она крепит весло. То есть, вот тут она кладётся и вот здесь крепится. Но, естественно, всё равно надо всё привязывать весло, там, спиннинги, если на океане, всё это. Да даже если на озере надо привязывать. Потому что оно, если не будет привязано, оно просто там как-то цепится, упадёт за борт и всё. Если что-то случится с педалями, ну, не знаю. То есть, надо ещё будет разбираться здесь. Так. Значит, это мы всё посмотрели. Ну, короче, передний багажный отсек. То же самое резинки, то же самое сливное отверстие. И вот эта фигня, пока из недостатков я вижу, что мало сливных отверстий. То есть, не то, что они офигенно важны. Просто сливные отверстия, они как добавляют прочности для самого каята. Видите? То есть, вот эти вот стойки, они идут как бы сверху донизу. И оно как дополнительная прочность. Если бы сделали вот здесь отверстие и там, это было бы лучше, чем одно тут. И то же самое сзади, там тоже одно. То есть, здесь получается всего шесть сливных отверстий. Лучше бы они сделали их не шесть, а восемь. Ещё одну там и одну тут. Вот. Ну, короче, багажный отсек. Хорошая летая эта самая рукоятка спереди. Видите? Вот. С той стороны то же самое. Такой же светящийся трос идёт. Спереди ещё маленькие рейлы. Очень классно, конечно, что много рейлов. То есть, и здесь, и здесь. То есть, то же самое. Всякое оборудование можно ставить там. Всё что угодно на них. Стойки для удилищ, как я вам говорю. Это самый рейл глаза. У меня есть вот здесь. Типа нету ручек, видите, боковых. Они считают, что вы можете вот эту штуку использовать как рукоятку. Вот. То есть, вот это как бы эти боковые рукоятки. Задняя такая, я вам сказал, капроновая. И впереди вообще летая в каяке. Самая нормальная. Ну, в общем, друзья, очень уже долго получается. В общем, это предварительный только анбоксинг. Вот. Вроде бы всё нормально. Только за исключением того, что таклбокса я не вижу. Вот. И непонятно, входит ли он в эту комплектацию или нет. Надо разбираться. Сейчас возьму инструкцию, посчитаюсь и какие-то проблемы просто им напишу. Вот. И... Вот. Ну и всё, в принципе. В общем, пока ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите вопросы в комментах, что когда я буду делать уже видео обзора, чтобы я вам сразу и на эти вопросы ответил. В общем, всем спасибо за просмотр. Пока-пока. 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 Показал. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...